Ленинградские дети До какого-то момента они были, как все дети, оставались веселыми, изобретательными. Играли осколками снарядов, коллекционировали их, как до войны коллекционировали марки или бумажки от съеденных конфет. Убегали, прорывались на передовую, благо фронт рядом, рукой подать. Азартно закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки, словно это новогодние шутихи. «Едем дальше, до обводного канала», — вспоминает бывший водитель трамвая Анна Алексеевна Петрова. Здесь, на мосту Новокаменном, дети мёклами сметают бомбы в обводный канал прямо в воду. А потом они становились самыми тихими на земле детьми. Сидим мы, и вокруг нас, вокруг школы разорвалось шестнадцать снарядов, стекла все выбитые. «Мальчишки все за меня вот так пальчиками держались. Вы понимаете, почему? Очевидно, я, я чувствую, что я дрожу. Я напрягла все силы, чтобы, понимаете ли, вот эту дрожь убрать. И вы знаете, мне это удалось. Вы знаете, вот я напрягла все силы, и потом я себе внушила, что я сейчас не в Ленинграде, что я сейчас в молодень, у мамы, что все совсем хорошо», — вспоминает Рогова Нина Васильевна. Впереди меня стоял мальчик. Лет девяти, может быть. Он был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут. Мальчик стоял промерзший, холодно. Часть народа ушла, часть сменили другие, а мальчик не уходит. Я спрашиваю этого мальчишку, «А ты чего же не пойдешь погреться?» «А он все равно дома холодный». Я говорю, «Что же ты, один живешь?» «Да нет, с мамкой». «Так что же мамка не может пойти?» «Да нет, не может. Она мертвая». Я говорю, «Как мертвая?» «Мамка умерла. Жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь только на день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно мертвая, а то холодно от нее». Ленинградские дети разучились в эту зиму шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились, так же, как их мамы и бабушки, так же, как их первыми умиравшие отцы, дедушки. Люди, даже дети, не плакали, не улыбались. Об этом многие вспоминают. Как говорила Ольга Бертгольц своим ленинградцам, горе больше наших слез. А для улыбки, оказывается, тоже необходимы силы. А сил столько не было. Не хватало на работу, на жизнь. Когда минула страшная зима смерти и голода, Женщина однажды что-то сказали, сделали при ней, почувствовала. С лицом моим происходит нечто, какое-то непривычное положение мышц. А это человек снова заулыбался. Из рассказа Лидии Сергеевны Усовой Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Для этого нужно датьLLAP